В России принимаются меры для обеспечения продовольственной безопасности. О том, с какими проблемами в этой сфере сталкивается страна и как их планируется решить, нашему корреспонденту рассказал председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы Владимир Кашин. Санкции тоже помогли нам серьезно работать над решением тех задач, которые связаны с продовольственной безопасностью. В 2012-2013 году мы производили 60 миллионов тонн зернобобов, но сегодня мы с Абиной вышли 127-130 миллионов тонн. При освоении государственной программы второй целины, в первой очереди, мы можем дополнительно иметь минимум 45 миллионов тонн к этой площадке, 127-130 миллионов. И понятно уже продавать не 40 миллионов тонн пшеницы, а 75-80 миллионов и так далее. Да, у нас есть проблемы определенные, они связаны в первую очередь с семенами. С семенами, если говорить злака бобовых, тут у нас проблем нет. Если говорить о кукурузе, у нас практически 50% есть, но гибриды, которые мы быстро можем получить семена, в течение 2-3 лет закрывают эту тему. Есть проблема у нас с картофелем, но мы 75% картофеля получаем в личном подсобном хозяйстве, где семена, где сами люди себя обеспечивают семенами. Следующая проблема – это овощные наши культуры. Ну, снова мы их производим в личном подсобном хозяйстве. У нас хорошо работает центр научный по селекции семеноводств овощных культур. Еще у нас более, может быть, сложная проблема – это семена сахарной свеклы. Здесь самая, как говорится, у нас такая болевая точка. Мы это решаем. Ну, вот такая ситуация. Мы сейчас, еще раз повторяю, главное – освоить те государственные программы, которые стараются ли нам. И, естественно, основная программа – это развитие сельского хозяйства и продовольственных рынков. Ну, вот сегодня уже приятно, что премьер заговорил, что мы создадим сеть продовольственных рынков, создавая альтернативы сетям и так далее, и так далее. И тогда можно в торговых сетях при определенных оценках регулируемых сократить цену на минимум 30-40%, а не наращивать цены.